Перед такими турнирами, как если в Ангамбург команды друг против друга играют перед началом группового этапа, то есть показывают что-либо? Ну, смотри, допустим, когда был International, все команды, кроме одной, приехали прямо в Ванкувер и сидели, играли друг с другом, готовились. А с кем играть тогда? Ботов-то не завезли еще раз, с которым можно потрениться. Да, ну, допустим, были ситуации, когда против определенных коллективов отказывались тренироваться, например, там все китайцы. И приходилось не готовиться к китайцам вот в таком тренировочном процессе, а по рассказам других коллективов, которые играли против них. То есть всякое бывает. Ну да, часто выбирают себе одного или двух скрим-компаньонов, что называется, и нон-стоп играют против него. А в таком случае получается, что на каком-то турнире есть только одна команда, которая реально знает все, что ты делаешь, все остальные к тебе не особо готовы. И это, ну, как бы, довольно прикольно для тебя. Да, боюсь, что ошибусь, но вроде как в Инстерике говорили, что готовились много с Ликвидами и Сикретами. Ну да, да. Типа того. Ну, обычно примерно так стараются и делать. Потому что, во-первых, ты просто договариваешься с одним коллективом, вам удобно, вы договорились на время. И, грубо говоря, каждый день, например, давай с четырех дня играть до восьми. И все. И вы уже знаете, вам не нужно каждый день назначать. Плюс вы, как бы, палитесь только перед одной командой. Ну и если все, как бы, не... Не трепло? Ну да, я пытался, пытался придумать. Ну, были же варианты на разных Интах, где приезжали китайские коллективы и просто делились таратой с другом. Да, ну, в общем, ну, блин, люди могут быть крысами и вообще, что называется... Подобрал слово. Редисками, что уж поделать. Но мы исходим из того, что априори все люди такие добренькие, честные и вообще нормальные парни. За фэрплей? За 20 миллионов? Да, поэтому никто не будет рассказывать всем остальным, чем ты играл. Хотя, как правило, все рассказывают. Все рассказывают, да. Ну, потому что вот такие... О, боже, как же ненавижу я иногда. Честных людей? Ну, нет. Терпеть их не могу. У меня это, у меня просто вьетнамские флэшбэки были. Когда твои стратегии палили? Когда... Это же был недавно полускандал, когда кто-то из, по-моему, пейнов приехал, попали на матч с ЕГЭ, а против них забанили те герои, в которых они и знать не могли. То есть профили скрыты, в паблике ты ими не играл, играл против одного коллектива или против двух, допустим, скримах, понимаешь, ЕГЭ эти герои в бане твоих, которых ты подготовил. Ну, да, да, да. Бывает, бывает такое. И там, может, двойный в твиттере дошло небольшой, такой локальный на сообщении 5-10. Ну, твиттер это уже серьезно. Ну, да, это выход на международную арену. Ну, да. У меня просто мои подопечные в финале Сити Линка, в полуфинале, им забанили в итоге Веспа, которым они его не палили, а одну тренировку сыграли, и кто-то пошел из этой команды и рассказал противникам. Кто-то, скобочка, ГГВП Ланая это был, да. У тебя с ним старые счеты. Я запомнил. Еще с одних квалов тебе вернул должок. Эх, ладно, неважно. Соло добрался до Бэйна. Соло добрался, наконец-то, говорит. Ах, Бэйн, мой Бэйн. Ой, Бэйн очень хорош, конечно, против Вивера. Прям бомба. Против Линн неплохо. Опять же, берешь Линн, заберешь талант на плюс рейнджовой, ты всех этих героев на Ураловишь. Да, то есть у Вивера проблемы против Бэйна есть сразу много. Во-первых, как бы Вивер обычно там, ну, необычно, точнее, иногда может собрать Линнку, и его как бы тяжело поймать. Но Бэйн имеет такой радиус, что он легко сбивает инфиблом, после чего ловит. В БКБ тоже тебя ловит. Так ловит и сяк ловит. И инфибл для Вивера это очень опасно, потому что Вивер, он же все-таки очень много дэмэджа делает за счет джамини атака и джамини, да. И именно поэтому у него есть столько дэмэджа. Но вообще сам дэмэдж у Вивера не очень большой. Просто много ударов. Ну, на первых 80 это не очень много, а так где-то 2 раза, 160 вроде уже здорово, да. Да-да-да. Ну, то есть, например, там 150 не очень много, а тут 300. А ты просто получаешь инфибл и бьешь 2 по 30. И бьешь, да, по 30. И это для Вивера очень неприятный такой удар по его ДПСу, а вот, кстати говоря, Фурион интересный. Да-да-да, 33, судя по всему. Повторяет. Я про то, что сейчас смотрю, вот прям хочется дровку, но понимаешь, что она в бане с первого самого бана сидит. Но как бы неплохо она там смотрелась, именно как бустер. Знаешь, такой шестой вот на базе где-то, гора была, где есть один клип, который она появляется, дровка на нем подкачивается. Вот как помнишь, была мета, где можно веточкой себя на гору затолкнуть и фармить. И были вот эти дровки, медузы. Я так ЛП отмывал. Да-да, дровки, медузы, которые просто сидели и стреляли, давали ауру, ну или фармили. В общем, у меня был тиммейт, который сталкивал веточкой старого. Ну, когда-то там уже срывал и залазил сам. Гений, гений. Боже мой. Золотые времена. Ну, что надо? Надо ли что-то кондрить здесь? Пока вроде все ЛВП хорошо. Ты особо нет. Просто добираешь героев. Мне кажется, знаешь, какого-то Бэтрайдера не хватает вот сейчас для Паши. Да нет, зачем? Ну, потому что против Чена хорошо, против Фуриона хорошо. Не хочется здесь кого-то в поддержку Морфлингу, чтобы там бафчик какой-нибудь был. В смысле, Огра кого-то хочешь? Ну, как вариант. Что ты хочешь? Не, ну, Огра в бане, но... Ну, уже вроде как два саппорта, наверное, есть. Есть только тени делать оффлейнером. Кстати, Талина для Фаты, да, у этого сигнатурка одна. И сильный герой тут, надо задуматься, Вертус Про. Возможно, сейчас как раз они думают именно о Мидере, который постоит против Лины с возможным приходом Чена, Фуриона. Короче, это должен быть какой-то... Боюсь этого слова пак? Да. Это должен быть какой-то пак. Это должен быть какой-то неуязвимый персонаж, потому что здесь... Ну, или очень сильный. Урса? Урсевич? Против Лины в миде. Нет, спасибо. Слишком быстро и больно бьет. Урсевича было бы армора на 10 больше, или было бы хороший лагап? Так мы не хотим играть. Не знаю, Мирана. Может, ДК какой-то, я не знаю, с топориком. Мне Мирана более-менее нравится, но они... ДК... Нет, ДК... Ну... ДК вроде как живет, но опять же, то есть он не мешает Лине, она будет просто плотно сновольт, и потом арфу доставлять очень немного неудобств. Да, Лина-то вообще в миде почти ни один герой не побеждает. Ватман неплохо, потому что может прийти Чен, а может прийти Бэйн. И ты как бы делаешь фраг в другую сторону. Да, да. Ты можешь убивать еще крипов, например, каких-то там непонятно концевовых, которые задувают, и тебя не взять на ганге. Ну, как бы против Лины, конечно же, ты уступишь немного, но... Мерезко! Но это вообще мерезко. Пока что... Значит, Лине все-таки оффлейн так и есть. Оффлейн, да. Долго очень думали в ВП, да, думали из них мерезко. У них дабл пик, может быть, боялись... Ну, знаешь, мы, допустим, выбрали героя в мид, и можем его взять, потому что противник его иначе забанит. Видимо, до чего дошли, до чего противник не догадается. И поэтому взяли мерезко. Либо несколько вариантов одинаково хороших или одинаково плохих. Динаково плохих, да, без осводности. Да, и поэтому... Или просто время еще уже идет, там осталось 9 секунд до времени. Давайте возьмем, чтобы мы придумали мерезко, а там уже додумаем. Ну, что-то типа того, да, возможно. Ну, с мидом тут действительно определенный, в рот, дилемма получается. В фрагу всегда проблема для любого мидера, потому что ты играешь против двух героев, получается. На постоянной основе, причем, бывает, ты играешь с какой-нибудь брат Рума. Но ты понимаешь, что он где-то уехал, у меня есть там полминуты, чтобы отойти. Посмотри, он так не работает. Вот он здесь, вот он у тебя. Да-да-да, поэтому действительно... Брать героя, который будет прям проседать от Лины, постоянно получать дэмэдж, довольно опасно. Кунку как вам? Кунку тоже милищник. Милищников не очень хочется против Лины вообще. Можно Зевс, конечно, попробовать просто взять. Он просто Зевс, который будет встать, там из-за ряга покидывать. И даже если его будет убивать, он по игре будет полезным. Зевс более или менее. Это рабочий вариант. Вопрос в том, что, может быть, хочется какого-то полу-кора еще взять. Вот Кунку забанили. Полу-кора. Ну, сейчас вот просто такая... То есть Мирану? Мирану. Не, просто вот опять же, вспоминаешь старый какой-нибудь патч. Там и Клопа что-то могла бы, например. И Коти Флина и так далее. И Темпларка. Ну, вообще пак. Можно вспомнить Медвана и взять Дазла. Во все штормы здесь был бы хорош, но, опять же, в миде могут быть проблемы. Да, не простоит, поэтому и неприятно. Дирего Дазла. Показывали же даже ВП сами один разок. Мипса, байнеры, кстати, испугались. Эйса. Тогда еще Арквардна надо было банить. На втором канале в этот момент Астеры победили комплексити в напряженной достаточно 47-минутной игре. И идут пока без поражений. 7-0. Ну, это уже знакомая история. Например, так каждый раз бывает на эпициентре. Приезжает какой-нибудь китайский коллектив. Бабахать группу вообще в сухую. Ну, начинается плей-офф. Здесь провал, тут провал. И домой едут. Групповой этап, он на той групповой этап, что здесь можно не показывать максималочку свою. И многие так и делают. А потом начать с плей-офф, а ты все, что привез, уже показал. Ну да. Шторм. Второй по популярности до этого турнира герой No.1 в последнем патче. Он здесь хорош, но им на миде может быть проблемой. Но, возможно, Virtus.pro задумались. Я вот уже так сидел и размышлял. Он будет с ним стоять? Ну, не то чтобы прям стоять, но, грубо говоря, придет, чуть поможет. Сибирский на первом. Немножко роуминга привнесут в эту игру, возможно, Virtus.pro, чтобы просто помочь Шторму в миде в начале. Шторму просто надо как-то до уровня четвертого хотя бы дожить нормально. Потом можно и в лес уйти. Потом можно в лесок, да, и там твою линию займет вообще Darkville какая-нибудь постоит или там Bane. Ну да, на шестом ловить его, ну, вот земель свежедобранный что-то может, а остальные герои сильно страдают. Да, то есть сам Шторм здесь хорош. Осталось только решить проблему именно вот состояния в миде против Лины, на которой Фата Крут очень играет. Есть большой плюс появления Шторма. Сейчас на него все ресурсы будут выделены, поэтому Рамзис будет фармить. По идее это так должно работать. По крайней мере, первый будет 5-10 минут. Все будут смотреть, ну Шторм нас потом убьет, надо что-то делать. Идем, 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 идем. И Рамзик наберет вот стартовый какой-то капитал, с которым уже сможет потом не стоять, как обычно, с маской. Возможно. Кстати, интересный момент. Паша взял Мереску, а Рот, то есть это Мереска твои позиции. Да, они так делали. Не каждый день увидишь. Ну, это будет интересно посмотреть. В общем, я думаю, что УП выиграют. Вопрос в том, насколько это будет сложно или просто для них. То есть 20 минут, если все пойдет на линиях, или минут 60 даже может игра затянуться, если они провалятся. А у Нипов, кстати, очень мобильный пик получился. Четыре персонажа, которые либо быстро бегают, либо так или иначе путешествуют по всей карте. Прикольно. Потому что мы и взяли Virtus.pro, чтобы хотя бы ловить это все, иначе тяжеловато будет. Вот. Ну, посмотрим. Да, интересно. Мне тоже интересно, кто тут победит. Тоже ставлю на Virtus.pro. Ну, хотя бы просто потому, что они лучше выглядят, как игроки. Но по пику вообще я бы не сказал, что прям что-то однозначно здесь. Ну что, друзья. Вторая карта серии Best of 2. Последней серии сегодняшнего дня. Переходим к просмотру. Лекс и Форс. Вам слово. Всем еще раз здравствуйте. Это что-то мы... Так, всем привет. У нас вторая карта Virtus.pro против команды Нип. Мереско на третьей позиции. Вот то, что я бы хотел с тобой обсудить. В чем план? Как эта Мереско вообще собирается? И почему не Тини на три? Ну, не знаю. Видимо, так удобней Virtus.pro было. Может, они как-то линии хотят посвапать, поставить Мереску вместе с Тини против Nature's Profit. А, то есть это может быть запросто дабла. То есть может пойти Тини и Darkville. По каким-то причинам хотят иметь больше фарма на Darkville, чем на Тини. Думаю, что Роджер и так купит свой ПТ-блинг и что-то будет делать. А вот Darkville может накупить каких-то хороших слотов. На самом деле, раньше Darkville играла как третья позиция. Очень часто. И на миде тоже можно было увидеть Darkville. Но тогда она была имбовая. Ну, сколько у нас этот герой существует? Больше года, получается. После International Loss он появился, правильно? Или это даже было не после International Loss? Мне сложно сказать, когда конкретно она появилась. Но вот как только она появилась, она была очень сильная. Она была суперсильная. Керст Краунд давал Vision. Когда взрывался, сейчас этого нет. Там другие все скиллы ее очень сильно занервлены по сравнению с изначальной версией Darkville. В общем, ладно, глянем, что из этого всего получится. Ладно, и по поводу Начи с Профитом. Мы видим, что это не саппорт, это не пятерка, не четверка, это тройка. Нынче это, видите, так уж и просто. В чем вообще смысл, как это Начи с Профитом будет работать на третьей позиции? Ну, он силен за счет пеньков своих. Но, в общем-то, что против Darkvillow и Tini, что против Morphing, мне кажется, Начи с Профитом не очень хорошо работает. Там, если Morphe будет вейформ качать, то он дает по два, по три удара каждому пеньку, плюс вейформ зацепляет их, и Начи с Профитом в итоге фармит и пеньков, и дэмэдж наносит, и отзонивает. После пятого левела Начи с Профитом очень тяжело с морфом стоять. По крайней мере, так было раньше. Может где-то там месяца четыре-пять назад. Не думаю, что ситуация кардинально изменилась. Ну, я бы в этой игре поставил снова на Virtus.pro, шторма нечем устанавливать. Это бесплатная игра, да, халявная игра для шторма, когда на саппортах нет контроля совершенно. Ну, там у Air Spirit есть, но это такой контроль, который шторм потом легко игнорирует. Либо EUL, либо BKB, и всё, его вообще никак нельзя. Так, ну что ж, начинается игра. Две руны для команды NIP, две руны для команды Virtus.pro. Мы видим, что одну руну похитили NIP, одну ВП на своих частях карты. Ну и пока Начи с Профит находится на сложной линии, видит Рамзеса. Рамзес делает телепорт, улетает просто на Т1 вместе с Соло. Да, ну и здесь, как видим, Дабла, значит, Профит распирит. Снизу, соответственно, Дабла, Фея вместе с Тинни. Пока здесь Чен. Снова ППД, снова Чен вместе с Фидером. Ну да, линии никак не встали Virtus.pro, отправили Марфа стоять против Nature's Profit. Ну и нормально. Собственно, должны справиться. В Миде чуть проблемки у шторма, наверное, будут, всё-таки, против Лина. Но он легко в лесу камбэкнет. Ладно, поглядим пока, что будет в топе. У Соло очень сильный герой. Как Лайн Саппорт, да? Бейн один из, наверное, самых таких опасных. Наравне с Андайингом, Огром и каким-то там, я не знаю, Аксом. Даже, ребята, позиции. Нападают пока на Соло. У Соло Брейнсапп в кулдауне. Работает Орбофеном. 33-й вместе с Аксой. Так немножечко бьют Бейна. Ну а убить пока не получится, как это было на прошлой карте, когда постоянно в Катал Сверспирит это Блорк. Клорка всё-таки цель немножко попроще, чем Бейн. Особенно, когда у Бейна, когда Брейнсапп появляется. Снова вкатывается Сакса. Ну вот раз Брейнсапп. И можно ещё немножко на развороте побить. Сам Сакса ставит паузу. Так, ну Саксу, понятно, бить здесь не получится. У Рамза слишком ещё маленький уровень. Пытаются пока просто выбить ресурсы из Соло. Но выбивать эти ресурсы придётся очень-очень долго. У него два манго, четыре танго, ещё веточка есть. То есть можно веточку посадить и использовать её в качестве дерева, которое ты съедаешь для того, чтобы восстановить здоровье. Так ты больше восстанавливаешь ХП через танго. Ну и две, вот этих самых, два манго. Это несколько Брейнсаппов, да. Там, на третьем уровне такого Бейна пробить становится очень-очень сложно. Вот, поэтому выгнать Соло с этого лайна будет, ну, невероятно трудно. Невероятно трудно. А Рамзес, пока вот у Соло есть ресурсы, он там как-нибудь кольцо-то своё, наверное, нафармит. Или там Аквилу, по крайней мере, в боте у нас Версблат. Умирает Паша. Получил эйс второй уровень. Тут же прокачал сворм. Тут же использовал его. И за счёт этого удалось сделать ФБ. Хорошо. Грамотно блочит спаун, кстати, Роджер. Да, забавно. Мешает Чену воровать крипов. Не воровать, а переманивать, точнее. Потому что если Чен наберёт каких-то крипов, то будет тяжело стоять. Так, тут Сакса. Ходит чуть назад. Соло его неплохо там погонял. И продолжает своё преследование. Тут погибает эйс. Досталось. Не успел. Совсем немного не успел. Так, по ощущениям, улететь вивер на базу. У КПД, понятно, его отправил. Но надо было, наверное, чуть поосторожнее ему играть в таком случае. Тут трудно поспорить. Отправляли на базу. Надо, наверное, было как-то там аккуратненько подстрейшиться ближе к вышке. Не получать дэмэдж. Нападает на Рамзеста. Рамзест пока перекачка... А, ну хотя перекачка уже вторая. В общем, можно играть. Убить Рамзеста будет не так просто. Рамзест ещё бьёт на развороте. Бьёт так неплохо. Пеньки прессингуют. Рамзест контролирует ситуацию. Но пока, в общем-то, 33-й получает всё на этой линии, что ему нужно. Хороший фарм. Отличный уровень. Уже третий. И ты ещё умудряешься двух игроков гонять. Ох, на центре какая битва. И Фата так же погибает. Не было никаких у него ресурсов. Но мы понимаем, что No1 сделал фраг вторым. И No1 не получил опыта вообще. Да и по золоту. Разница какая-то чудовищная. Почти в три раза. Так обычно и получается. Когда ты первым делаешь фраг, ты получаешь больше золота. Игрок, который погиб. И тебя добивает вышка. Когда ему причисляется фраг, то он получает, как правило, меньше золота. Ну, скорее опять же снова выпить ресурсы. Выпить оставшийся танго. Веточка плюс танго в дело заходит. И Рамзест продолжает стоять на линии фармить. Да, на центре небольшие трудности у Штром Спирита. Он погиб. Но так и должно быть. Так и должно быть. Это не линия, где No1 на Штром Спирите должен чувствовать себя абсолютно комфортно. Он должен иметь меньше крипов. Он должен погибать. Кажется, золо там умирает в топе. Да, у него очень мало хп было. Там и Марфу тоже немножечко плохо. Как мы видим по хелсбарм. Ну, кстати, вот это, конечно, плохо. Исакса умирает от вышки. Дает золото Рамзесту, но хп никто не получил. Может, Сол успел или не успел? Да, по-моему, не успел. Успел. Так, Пепеди восстановил себя с помощью Hell and Self. Переманил призрака вот этого с замедляющей атакой. Он, кстати, довольно сильный. У него там 50 урона или что-то типа того. Много очень дэмэй, он очень больно бьет. Еще уранжевый еще и замедляет. Вышел тролль. Бесеточка. Есть немножко пробивает. Есть там на развороте. Роджер лучше отсюда бежать, но не факт, что отпустят. Есть лабиринт от Паши. Роджер в чудо уходит. Паша также стоит на небольшом количестве дороги. А тут оказывается No One. Но он, видимо, контролит руну. И что дальше будет? Интересно, Фото заметил то, что он ударился модельку? Ну, видимо, нет. Видимо, не заметил, да. И Фото так-так, что это было. Наверное, кто-то в инвизии здесь украл. Надо пролону поаккуратнее. На чужую нельзя было идти, потому что рядом был в центре. Соло снова страдает. Сакс идет до конца. Ну и Сакс, конечно, не отпустит. Взбивает ренд-дроп. Есть стики. Бредстав через секунду. Но он, мне кажется, пока анимацию сделает. Может быть, погиб. Успевает. Успел. Но Сакс не остановить. Конечно, не хватает помощи. Есть еще иначе. Пиньком-то разбуди! Эээ! Ну что так долго? Да, сначала не разобрался. Пошел этим пиньком за соло. Да, тут каждую секунду была важна. Вообще могли убить. Там добежал бы Сакс, дал бы один удар. Сработал бы Веном. Еще, может быть, один удар. Кто знает, кто знает. Может быть, Бэйна удалось бы забрать Сакс. В итоге уходит. Сам чуть не попался. В лапы на Уаном. На Уан. Капец, лютимейта. Атака на ППД. ППД. Патрас как-то заданается. У нас только один был скелет. И он что-то бить особо не хотел этого ППД. 4-4. Я боюсь даже предположить, что это скелет того крипа, которого человек перевонил. Там был один тролль. И он видишь, что подеблощит этим скелетом. Сейчас Паша должен умирать. Драй-дроп. Удар. Паша погибает. А, по поводу того, что именно Паша играет на Таркиллу. Он же тренировал очень много Таркиллу перед Энтом. Я точно помню. Заходил как-то к нему в профиль в Доте у него там. То ли золотой уровень. Да, видишь, у него золотой уровень на Таркиллу. В Дота Плюсе. Да. И смотрю, накупил себя. Так, атака на Лину. Лина. Станп от себя дает. Убить его так быстро, как хотелось бы, не получается. Убьют или нет? Убили. Еще хотят убить Исаакса. Ну и Саксу так же убьют. Хорошо. Вышли втроем. Саксу, конечно, отпускать не очень-то хотелось. Но приходится. Прикольно. Прикольно. Да. Да и тем более, что на спиритом манне это опасно. А в соло Рамзе сделают убийство на тройке. Ну видишь, вот собственно о чем и речь. То есть когда пятый-шестой уровень, наичер с профитом ты уже не можешь стоять нормально против морфа. Вообще вот уже никак. Тебе нужна либо какая-то постоянная поддержка в виде саппорта четвертой позиции, чтобы ты мог отзонивать, как-то мешать морфу фармить. Либо, ну я не знаю, улетай, ганги куда-то, делай что-то полезное. Морфа уже убить здесь не получится. Нападают на Бэйна. Ну попытка только задонается, других вариантов просто не вижу. Пытается было максимально грамотно как-то крипов подогнать под себя. Но Лагуна Блэйд задонается тяжело, когда Линна в тебя ульту использует. Не надо. Ну, хотя бы, хотя бы заставил лажать ульту. Что уже приятно. Какое-то пространство даже распириться не беспокоится по поводу ультимейтов. Так, ну что, 6-6 пока не пы очень неплохо держится. Пока. В общем, легкая линия у них уверенная. Пока Вивер хорошо фармит. Лину мы видим, в общем, пока первая позиция. Ну, в центре Шторм отстоял хуже Лины, но он через лес потом камбэкает, как правило. Вот ПТ, Кая и он уже способен убивать. Контролит Роджер паверап. Кидает стан. Паверап вообще на топе оказывается. Что-то ускорение. Сюда смещается Соло. Но, в общем, сюда сместиться может Лина. Напомню, у Лины ультимейта нет. Возможно, это повлияет на ситуацию. Вот ПТ здесь. Роджера убивают очень быстро. Соло дает Найтмар. Надо разбудить. Тут в этот раз все побыстрее происходит. В печь культимейт. Можно как-то продолжать. Еще что-то попытаться сделать. Но Ван боится лететь. Да, и, наверное, смысла в этом особо нет. Приходит рецепт. Паша попытка сделать в лепорту. Лина сбить его. Не успевает. Не успевает сбить. Соло пытается уйти. Ускорение у Лины заканчивается. И... Поживает все. Как-то Virtus Pro распетляли здесь в разные стороны. Еще и все выжили при этом. Для Рамзес получает пространство. Счет того, чтобы покончить профит. А, Рамзес очень много фармит. У него все прям совсем хорошо. ПТ Аквила. Полностью перекачивается. Перекачивается немножечко обратно. Нужно быть поаккуратнее, да. Потому что там не забываем. Тот же ультимейт значит Profit. Он кулдаун всего минуту имеет. И может залететь неожиданно. Поэтому там оптимальное количество дороги остается. Падает центр. Здесь очень много персонажей. Здесь еще и крипы, и чена. Поэтому никак не защитить. Еще и ППД двигается дальше. Пытается найти Штарспирида. Находит пока потенциально только Тини. Который фармит леса. Притом тут даже стаки. Который при этом еще и видит, как на него выходят. Да, стаки приходится конечно отдать Нипам. Эти стаки предназначали Штармспирида. Нападают на Рамзеса. Но Рамзес не так просто. Его забрать не получается. Рамзесы еще могут попытаться убить. Здесь практически вся команда находится. Да, играют сейчас на морфах через маску. Не через кольцок для линки, а именно через маску. В общем, ты в лес, ты можешь от этой маски в какой-то момент уйти. Чувствует там себя достаточно комфортно. Ну и плюс он там своей формой неплохо работает. Приходит в бот Рамзес. Очень удобно играть в морфон против вивера. Потому что в вивера ты можешь превратиться. И также бегать на шукуче. Спасаться. Как и уйти из драки, так и попытаться напасть даже. Очень-очень удобно. Контроллер уон. Штармспирид полетел. Готов помогать. А это, на самом деле, рискует. У него не очень много маны. Но он восполняет себе практически всю ману с помощью стиков. Там было очень много зарядов, по всей видимости. И падает топ. 33-й времени зря не теряет. Покупает себе Оркит. Первым артефактом таким серьезным. 33-й. Отправляет его домой. Сейчас он быстро вернется куда ему нужно. Вполне логичное приобретение. Тут и против морфа, и против штормспирита. Да и против, в общем-то, Дарквиллоу и Бэйна. Оркит отлично будет смотреться. Гриппа пока что у Соло нет. Поэтому в миде ничего сделать не получится. По вышкам виртуз проб, кстати, проседают. Они в центре вышку потеряли, в топе вышку потеряли. Может быть, тяжеловато сейчас будет как-то распределять силы на карте. Хотя через террорайс как-то сыграет. Законтролить Вивера. Да, законтролить Вивера, чтобы он не нажал таймлапс. Но Вивер, кажется, понял, что он нападает на Рамзес. А тот чуть не уходит. Надо, наверное, отступить. На него, наверное, кто-то за спиной стоит. Ну, а 33-й продолжает давить на топе. Рожер там, конечно, пытается защищаться. Но этого мало. Отличный Саймон. Хватит ли этого? Отличный Саймон. Но этого не хватает. Да. Этого не хватает точно. Рамз еще успевает у жучка этого убить. Если бы попало рулинг болдером, то, может быть, бы и убили. Но промахнулся Саксо. Соло получил шестой уровень. У него есть смоук. Он может его активировать для того, чтобы выйти куда-то убить кора. Только что он был в смоуке. Заметил ППД. Неудачно встретились. Покупает еще один смоук. То есть один заезжал. Один есть в кармане. Еще один куплен. Вот такая вот тема. Ну, со смоуками тоже нужно поаккуратнее немножко играть. Потому что если ты на саппорте 3 смоука за 15 минут нажал и сделал 1-2 фрага всего лишь. И при этом никаких вардов не установил. Никаких позиций не отыграл у оппонента. Потом, когда тебе эти смоуки понадобятся, чтобы, например, в Рошана выйти. Или пойти загангать кого-то, когда у твоего инициатора появляется блинг. Ты смотришь в магазин, а смоуков-то и нет. И, в общем-то, драться нормально не получается. Так что... Их следует расходовать экономно. Отличный стан. Лагуна. И хватает урона через ультимейтный через профит. Отправляют Ром за саптаверну. Но в спину выходит Соло. У Соло есть финсгрип. Роджер отходит немножечко подальше. Видимо, он курьеровил только что. Да, скорее всего, это именно Роджер сделал. Нападает на Пашу в топе. Паша его грызет. Пиявка. Кидает террорайз. Мажет. Теперь, похоже, у Паши проблемы. Да, теперь он умирает совершенно точно. Он погибает Соло. Есть финсгрип. Есть финсгрип. И, в общем-то, нужно его кастовать. Нужно его кастовать. Для того, чтобы даже урона чуть побольше дать. Да и контроль не помешает. Убивает Лину. Шторм получает денежки. И уже имеет небольшой стрик. Ноуан. Но, в целом, пока Нипы игру под контролем держат. Ну да, у них все плюс-минус неплохо. То есть, они не проигрывают своему сопернику. Там потом, когда у Шторма появятся артефакты, он, конечно, будет крайне опасен. Но мы видим то, что по драфту вроде как и по тем артефактам, которые Нипы будут покупать, можно найти управу на Шторма. То есть, вот Оркит на Нейчерс Профити, пока у Шторма не появится Юла или БКБ. Лина с каким-то Шедоублейдом или Юла может подцепить Шторма. Убить, пока он не улетел никуда. Короче, можно что-то сделать. Вот главное не потерять нить игры, не начинать где-то видеть по одному. Не отдавать сопернику слишком много рун. Не отдавать ему Рошана на халяву. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Забирают Виртуз По свою первую вышку на тринадцатой с половиной минуте. В то время как Нипы давят топ, а тут уже у Тир-2 вышки нет половины стека здоровья. Хотят напасть на Пашу. Паша откидывается скиллами. У него есть Shadow Realm. Его не так просто подцепить. Здесь он его использует и уходит. Ну и башни как в 300 хрорей. Да, еще одна башня минус. Неплохо. Неплохо не поиспользовать их персонажи на максимум. Но по макро они пока хорошо разыгрывают. Вот конкретно трейдятся вышками. Вот сейчас они идут топ. Они не хотят... Да, они не планируют забрать тут 3-3 или забрать бараки. Не просто хотят составить игроков Виртуз Про стянуться сюда. Вот они видят морфа, но этого мало. Хочется побольше. Побольше героя сюда надо стянуть. Главное не увлекаться слишком сильно, потому что в пятером Виртуз Про могут дать бой. Ну конечно ВПС сейчас хотят как-то наказать. Как-то оппонента отомстить. Получится Лиза. Эрспирита это вообще не потеря. И не факт, что убьют. Эрспирита Hand of God. Ну окей. Тут еще и Чену убьют. Ну давай посмотрим. Да, Чену убьют. Но это тоже не страшно. Вот Фата это уже неприятно. Это уже неприятно. Фея ультует. Есть Терра Райс. Ну и конечно... Это крупнейшая. Сюда приходит Эйс. Не уверен. Вообще не уверен. Ну куда же ты лезешь? Да пши че. Это грубейшая ошибка от команды НИП. Как можно распорталиваться тогда, когда у твоего мидера КД на телепорте. Я тебя спасу. Пришел мидер. Нужно просто спокойненько отступить. Спокойненько отойти в пятером. Если соперник прям лезет на тебя. Ну можно развернуться и дать бой. По крайней мере. Да. То есть ты в позиции. На тебя нападают. На тебя нападают. Ты вроде как видишь. Ты вроде бы как перегруппировался. Ты можешь попытаться вступить в схватку с соперником. А когда у тебя один герой уже вылетел. И на тебя пять человек летят. Ну тут уже заменить. Никак не было. Идея это была крутая. Просто нет. По макре ребята грамотно. Стянули всю команду на себя. Должны были уйти. Отдай там двух персонажей спокойно. Там члены Расперита не страшно. А в итоге это получилось у нас суммарно минус пять. Расперит как понимаю погиб дважды. Только значит профит ушел. Да. Прилетел на руну. Ему тут же объяснили что тут ему стоять не стоит. Экономически конечно все изменилось. Преимущество НИП было чуть побольше. Теперь его практически нет. Появляется Оркит значит профит. Но это по-прежнему очень сильная штука. Никак его не законтрить. А так и на фату. Ой ну как же много смертей за вот эти вот две минуты. Это просто как будто платеж прошел. Да. Вот только что все было хорошо у НИП. Когда они забрали вышку в топе и отдали свою ТР1 вышку. И сразу же резко ситуация меняется. У Марфа Яши он там манту готовится брать чтобы от Сайланса спасаться. Шторм Спирит тоже я думаю будет не против приобрести какой-то эскейп артефакт после того как он там Каю купил. Или может он Оркит сразу будет хорошо. Посмотрим как ситуация обернется. Но главное то что у Virtus Pro появляется какое-то время для того чтобы укрепить. А погоди он до Кая купил Юл. Да? Юл это был первый предмет. Максимально аккуратно играет ноу-1. Ну и все. Юл появился раньше Оркита. Теперь шторма не забрать так просто. Потеряли нить игры. Игры не по один момент теперь конечно будет намного труднее победить. Да не то слово. Не забываем что морфинг фармит. Да он пока не на самой лучшей позиции. Но фарм будет продолжаться. Тут очень много крутых героев. Можно взять талант на превращение в своих тиммейтов. Например превратиться в тине. Сорвать ветку. Превратиться обратно в морфа и очень много дэмэджа давать. Можно превратиться в вивером. Можно превратиться ну наверно в лиду. Можно превратиться в стан. Плюс раконслейв это хороший такой урон в мидгейме. Хотя там 20 уровень это не такой уж и мидгейм. Но все равно это полезные скиллы. Когда можно стан у соперника украсть. Может быть драка. Рамзес опасно гуляет. Ппд рядом. Сюда же выходит и Соло. Пока каким-то образом ВП не находит противника. Точнее Нипп не находит своего оппонента. Ну Соло сейчас спалился. Его там должен был его распилить заметить. Самое главное что не нашли в этой ситуации Рамзеса. Должны быть ВП довольны. Как раз Кён и уязвим. У него нет вариантов. У него нет никаких возможностей спастись от Стайлентса. Напали на Дарфиллу кажется. На Дарфиллу напали. Но Дарфиллу просто тапаут. Нажимает и остается в живых. Паша. Ноуан видит ппд. Вгрызает от него. Дает вортекс. Пару тычек и... Главное отсюда уйти. Отличный стриг у Ноуанна. Хотя не забывай что он летит Чайула. Появляется Кая. И почти есть уровень 15. И уже 1000 преимущества за команды ВП. Кому-то сейчас из НИП нужно будет смещаться в бот. Дефать Морфа. То есть вот тут уже по топу не получится пройти. Не получится навязать бой. Если НИПы пойдут в атаку. То Морф просто расковыряет вышку. А ВП успеет поспамить. Там террорайз какую-то закинуть. Снайперы раздавать. Это вообще не проблема. И мы видим телепорт. Значит профита. Ну его отменяет Ноуанн. И значит профита убил. Ну видишь такой филипорт. Он видимо максимум спруты поставил. Не спрятался нигде. Его просто видели. Просто прилетел шторм и убил. Его видели на варде да скорее всего. Тогда конечно это проблема. А между прочим на Чарс Профит это самый богатый герой в Пекине. Ему бы как-то поосторожнее играть. Карточный домик разваливается. Команда НИП так все было хорошо. Но вот немножко подуло ветром. И уже сколько смертей безответных идут раз за разом. 9-16 счет. И фарм продолжается. У Эйса как-то маловато. Прям совсем маловато. 6700 и 12 уровень на 18-й. На 19-й минуте с талантом на Экспу. Прям страдает сильно этот герой у нас. Трудно убить конечно Фею. Будучи вивером. Без какого-то контроля. Shadow Realm и на этом все заканчивается. В такой позиции да. Убить Пашу не получается вообще никак. Вот если он где-то загуляет в лесах. Через фарм его можно будет попытаться забрать. Но при условии что у него телепорта нет конечно. Да иначе Shadow Realm плюс телепорт. Это не за контрить. Никак да. Вивер с этим не может справиться. У него нет аудистана. Он не может прервать эту телепортацию вообще никоим образом. Манта появляется у Рамзеса. В принципе Virtus.pro при большом желании могут сейчас пытаться сами куда-то выйти. У них появляется на форум 2 Escape. И нападает на тени. Будет ли какая-то помощь для Роджера здесь. Но подходит. Когда практически вся команда. Возможно получится отомстить. Это уже было бы неплохо. 33 попытки сделать телепорт. Рамзес двигается в другую сторону. Понятно что ничего не видно. И отомстить не получается. Без фанатиня. Просто влететь на вейформе Рамзес боится. Вдруг там игроков больше чем предполагается. И тогда эта попытка отомстить за тени обернется неудачей. Видит телепортацию морфинга сейчас команды НИП. Может быть как-то через стан Лины его удастся забрать. Пока он не включил приказ. Убрывается Рамзес. Но ван. Ну тут просто за руну у нас борьба. Такая небольшая была. Анатолон. Никак ему не помочь. Придется его похоронить здесь. И вышка падает еще. Не стал даже пытаться ее динаить. Просто отступает. Будут Т2 НИП еще забирать. Судя по количеству игроков. Которые здесь сосредоточены. Телепортируют. Там атака на фею видимо готовится. Через Сайланс будут убивать. А там Юлд. А Юлд еще нет у Дарк Виллов. Сайланс просто упал. Но телепорт сбить до его все равно нечем. Можно было бы накидать урон. Там снизу драку у нас идет. Летает Штраспирид. Лина в ЕУЛе. Что дальше? Фата отстанивается. Штраспирид убить не получится. Убили Фату. Рядом там ППД находится паральный сакс. Пытается здесь как-то уйти. Делать телепорт. Террорайс. Фея. Успевает сбить телепорт. Паша вообще подошел с другой стороны. Уже с базы. Это та фея, которую в топе не загангали. То есть если бы не вот этот ТПА под Оркедом, то Паша бы погиб и не дал бы сейчас этот террорайс. Не смогли бы забрать Штраспирид. Ну, в любом случае, размен был бы очень хороший. Прям эффект бабочки какой-то получился здесь. И Паша, да, пришел, смог помочь своей команде. Ну, отпустили Кипити. Главное, что убили Лину. Фата в таверне. Блин, Кутини наконец-таки появляется. Игра выходит из-под контроля. Штраспирид набирает очень серьезные деньги. 10 тысяч уже у Ноуана. И готовится Эйс покупать БКБшку. Без БКБшки ему тут тяжеловато будет. Всякие станы. У Виртус Про там, наверное, Оркед рано или поздно. Может, у Шторма. Или, может быть, даже Хекс он зарашит. В конце концов. Так что БКБ на Вивере купить надо. Это вообще такой стандартный билд. Драгонлендс, Молнии и БКБ. И Соло, отцепляя через Найтмар. Есть Финс. Но есть Гриб, но Соло боится. Боится, да. Команда далеко. И там тир-1 вышка рядом. Поэтому лучше просто ретироваться. Все о грамотности. Ну, только что столом на себя практически всю команду. Что, в общем-то, не может не радовать. Такое ощущение, что может быть в ближайшее время драка за Рошана. Для этого и все ресурсы. Нипам нужен какой-то прям глоток свежего воздуха. Я не знаю. Они бегают по карте. И раз за разом какие-то локальные стычки проигрывают. Им нужно хорошо подраться хотя бы раз. Закрепиться на карте. Поставить уверенные варды. Возможно даже забрать Рошана. Через пеньков Фуриона. Через Сворм. Через большую скорость атаки и дэмэдж. Да и у Чена есть много юнитов. То есть Рошана забрать вообще не проблема. Да. Надо только избавиться от игроков Virtus.pro. Которые мешают. Вот они бегают. Вокруг могут в рошпит прыгнуть. Поубивать всех. Это Нип не устраивает. Неужели так будут давить ВП? Да. Похоже на то, что они могут себе это позволить. Сентри Вард. Три коры игрока не боятся Силенса. Уже Юл появился у Феи. Поэтому могут позволить отыграть настолько агрессивно. Булышник в Рамзеса полетел. Там два маленьких голема появляется. Там не Сентри. Там Обсервер Вард поставили. Между Тир-1 и Тир-2 вышкой. Всю позицию. Роджер на развороте дает Эвон. Очень жаль, что если оказалось не видим, не смогли его зацепить. Очень быстро убивает Рамзеса. Ой. Неужели он там на фул перекачке бегал? Любопытненько. На Рамзеса его купаться вообще не хочется. По-хорошему лучше ВП уже тогда эту драку просто избежать. Очень не круто провели этот момент. Роджер. Придется его продать. И Сайлас убили Роджера. Сколько у Ворфлига хитпоинтов-то? Он, по-моему, не успел прикончить. Я не понял, что произошло. Как-то быстро его убили. То есть он в стан, по-моему, не попадал его. Просто вот забрали скиллами. Как-то так вышло. Сайлас пошел по Паше. Паша просто отступает. Достаточно ли этого, чтобы пойти в Рошпит? Слишком долго не погонялись за игроками Вирту Стро. Морфлинг, считай, уже появился. Может уже спавнится, да. Ну, что ж. Тогда очередную эту два вышку надо попытаться забрать. Соло подходит. У Соло по-прежнему есть гриб. Недалековато ли непыток ведут? Слишком агрессивно. Морфлинг две секунды сделает телепорт. Он уже будет в игре. Мне кажется, что немножко не позагуляли. Нужно уходить. И вот вроде снова у них есть хорошие варианты, да, как компактить в игру. Но они от них отказываются. Это минус Вивер. Это минус Чен. А подцепили еще и Саксов. Должен здесь погибать. Ну, то есть снова. А теперь Виртуз Про могут Рошана забрать. И тут уже шансы и поинтереснее. Потому что Вивер не будет 40 секунд. Распирит не будет 30 секунд. Саксов в форме Вивера. У него есть свор. У него есть свор. Да, у него есть свор. Выкупает вообще. Но этого мало. И даже этого не верю, что хватит. Даже этого мало. Вивер тоже нужно выкупаться, если ребята не хотят отдать. Да, и Вивер покупается. Ну, супер. ВП могут уйти. ВП это вполне устраивает. ВП это устраивает. Да ладно, парни. Не нужен нам этот Рошан особо. Как-нибудь потом. Да, очень сейчас немного они бы потеряли. Соло убить не получается. Вроде опять. Вроде все хорошо. Вроде смогли убить Рамзеса. Круто. Ну, слишком увлеклись, пошли на Т2 и неаккуратно стали. Поставили вард, увидели героев, решили напасть. Но таймер у Рамзеса там 5 секунд показывал в момент этого нападения. И вот оно. Руны. Две для непов это точно в топе они забирают. В боте, может быть, как-то удастся пробраться. Там 33 пока убили. Но не соли, там рядом был Роджер. Ну, может он помог ему. Похоже, ему даже не помог. Ну да. Ни одного скилла не скинул. Возможно. Так что. Шторм Спирит начинает уже фраги в одиночку делать. Соль. Слишком много дэмэджа. У него ультимейт третьего уровня. Он очень быстрый. Урона наносит много. Сейчас Блаз Солнечного нового она появится. Он даже не захотел покупать оркет в этой игре. Настолько у него все хорошо. Ну вот, пожалуйста, Шторм Спирит, который в кавычках проиграл мид. Ну и что? Пошел в лес. Быстренько камбэкнул. Там фраг, тут фраг. Здесь где-то подрался неплохо. И все. Играйте как хотите. А из саппортов у вас Earth Spirit, который не может уверенно попадать скиллами. То есть это не Леон какой-то, который подбежал в смоуке, дал хекс этому Шторму и вы его убили. И Чен, который вообще контроля не имеет. Ну ладно, он может переманить кентавра, но пойти попробовать этим кентавром застань Шторма 19 уровня. Это что-то из ряда вон выходящее. Так, но у Лины появляется БКБ. Надо его только довести, как бы драка не началась до того, как Курьер доедет. А ВП могут позволить? БКБ это супер важный артефакт. При появлении Блэкинг Баров на Вивере и Лине, Нипы получают новый виток в своем развитии и могут попытаться хорошо поддаться. С одной стороны, да. С другой стороны все же имеется Финзгрип. И мы понимаем, что под Финзгрипом урона физического хватит с запасом у команды ВП, чтобы там быстро убить того же Вивера или убить ту же Лину. Ну, падает Сакс, да, это понятно. И это уже не просто фраг для Шторм Спирита. Это уже фраг плюс заряд в Блодстоун первый. Там 15 уже об Шторма. Да? Ну, уже. Просто 15. Хекс появляется у Нейчерс Профита. Это тоже очень круто. То есть, есть теперь чего бояться. Сейчас особенно может элемент внезапности сыграть на руку команде Нип. Но там сразу же Рамзес подключает перекачечку. Подъюлили Пашу. Подъюлили также Рейса. Water Hex, Water Silence. Нужно помогать. Рамзес значительно пробивает. Рамзес убили. Рамзес без байбэка. Но ответ делают ВП минус 3. Это произошло максимально быстро. Но Ван остается без маны. Ну да, элемент неожиданности сыграл на руку. Саппорты разваливаются. Вот у Лины БКБ. Вивер вроде такой быстрый, юркий. Его так просто не поймать. А вот саппорты, ну в том числе и Нейчерс Профит. Он вроде как и Коргеру. У него 12 тысяч. Но он все равно не имеет ни одного из кей-пратифакта. Ни БКБ, ни Shadow Blade. Ничего вообще у него нет. У него просто влетает Шторм и убивает. За один Вортекс, если ему захочется это сделать. Ну или Тинни может ему помочь. Короче, тяжело. Два Кора живут у Нипов. Остальные никто не может пережить атаки Шторм Спирита. Вот сейчас только Ноуан начинает оркет приобретать. Когда он купит этот Сайланс, я вообще не представляю, что будет делать Чен с Ершом. Они не приспособлены даже сейчас бороться с Штормом. С таким Штормом где-то через 3-4 минуты, которым будет играть Ноуан, будет попросту нечего делать. Потому что готовится атака, видимо, на Пашу. У Паши Юл, Блинг, Shadow Realm. Его надо запрогаст убивать. Значит, профит с Хексом, понятно, решит. Но еще надо как-то подойти к этой фее. У Шторма руны регенерации. Не настолько хорошая руна, как Аркейн руна, но... Она ему нужна, чтобы сейчас у нее очень мало мана было. И это то, что нужно, чтобы в случае чего прямо сейчас даже повоевать. Ну и, конечно, после этой драки Шторм Спирита много зарядов в Пластоне. Там уже 17. Очень вовремя этот разфакт появился. Ну, готовится ВП, такое ощущение, ждут. Позиционка такая прямо явно стоят на линии с Ол и Роджер. Далеко Рамзес, далеко Ноуан. Ноуан уже здесь, считай. В общем-то, и Рамзес через секунду 7 будет готов драться. Так, Рошан по-прежнему. Стой. Брейв. Пока неудачно. Врывается Роджер вперед. Попытка быстро убить ППД. ППД покажи. Ноуан боится лететь, но летит на другую цель. Это Сакта. Хекс плюс Сайленс. Ноуан. Надо жить. Ноуан живет. Ноуан живет. Уверен, живет. Расперит нет. Прекрасный террорист от Паши. Если бы Паша не скастовал ульт, то, наверное, успели бы за Хекс и Сайленс Шторма убить. Он бы быстро возродился. У него заряды в пластоне в достаточном моменте. Такую стучку выигрывают сейчас в РТУСПРО. Заставили соперника отступить ненадолго. И забирают Рошана. Забирают его по Рошана. Что Рамзесу, что Ноуану. Посмотрите, кто заберет. Они побегут драться. Не побегут драться в надежде, что они смогут выиграть этот симпайд. Это очень опасно. Паша стоит рядом. Он может просто террористить. И там все герои будут вне позиции. Патта нажимает Блэкенбар. Попытка быстро убить Роджера. Он тратит на него Лагуну. Убили. Есть Фельдсгрипп. Зацепили 33-го. Очень быстро его уничтожает Ноуан. Но и Ноуан идет дальше. Идет дальше за Фатой. Фата пытается ультеть. Поднимает себя в Юл. Успеет или нет Фата? Нет. Никуда он не уходит. Но остается Эйс. Один против всей команды. Виртус ПРО. Под БКБ бегает. Пытается убить хотя бы Соло. Соло очень долго живет. Наконец-таки добивает его Эйс. Шторм перед поцеллом. Сам Рамзес. Получает стан. Есть еще один стан от Лины. Хватит ли урона? Этого урона хватает. Байбэк от Фата сейчас повлиял на ситуацию. Что самое главное. Рошан стоит по прежнему. Рошана должны забрать. Шторм конечно может сыграть сейчас. Ноуан может и позволить ворваться там. Попрыгать как-то на этом Рошане. Тут ничего особо нет. Что может помешать. Два выкупа от ВП. Ну тогда уж точно да. Рошана должны теперь сами ВП попытаться забрать. Либо как минимум его защищать. Да не все так гладко. Нужны Блокенбары. Понятно. Как только БКБ появится у коров ВП. Все будет чуть попроще. 21 заряд. Бластов у нее на Увана. И вот он Блокенбар. Он прям Рэдклик. Он понимал что БКБ будет уверенно. Уверенно траться. Орхид круто. Но с БКБ прям будет сочно. С БКБ ему вообще никто ничего не сделает. Вот в чем проблема. Его даже не получится захексить. Если он вовремя его нажит. Да. Это правда. Так что да. Хороший выбор. Хороший выбор от Ноуана. По-прежнему стоят в Virtus.pro рядом с Рошаном. Они прекрасно понимают что стоит им похлопать клювом. И Нипы под вивером легко этого Рошана могут забрать. Смотри какой план нарисовали Нипы. Но посмотрим что будут ВП делать. Они тоже отвечают. Пойти в обход. Я не могу встретиться в позиции где не ожидают друг друга увидеть. Они встретятся в позиции которая выгодна для них. Они находятся. Моментально. Что по террорайзу. Стеррайз пока не касается. Фея прыгает вперёд на 33-й попытку. Быстребить 33-й. 33-й убили моментально. Типеди уже в таверне. Сакс пытается спрятаться. Сделать блинкаут. Но погоня за ней продолжается. Минус три просто за пять секунд. Зато ван без маны. Эйса цепляет. Есть чем хватает. На вортекс маны. Врывается Роджер. Есть Юл. И Соло готов 2-ть. Минсгрипп. Минсгрипп от Блэкенбар. Идеально. Ну вот он. Блэкенбар. А смысла от него никакого нет. Да. Даже несмотря на выгодную позицию на хайграунде. Нипы ей вообще ничего не смогли сделать. Ну может быть Виртуз про чуть более быстро среагировали. Очень быстро. Оборвался просто Паша. Моментально убили 33-го. 33-го жалко. Реально. Ему Блэкенбара настолько не хватает сильно. Это ужас. Там фея с одним бедломом просто уничтожила. Бедного начать профита. И вот он Рошан. No one. Фата разводит на Блэкенбар. И Фата делает телепорт домой. Но Аегис достается ВП наконец-то. Слушай это была супер длинная драка. Я не знаю сколько она длилась суммарно за этого Рошана. Сколько раз на него заходили. Наконец-то Аегис забрали и забрали его ВП. Да. Это же кстати первый Рошан. Это первый Рошан. Мне тоже на какой-то момент показалось что Аегис уже был. Нет. 18-33. Преимущество ВП уже такое ощутимое. 11000. Что-то Мор взял на 20-м. Вейформ бьет по целям. Чтобы проще было пачку забирать крипов. Так-то соблазнительный конечно талант. Превращаться в тинни. Брать ветку и обратно превращаться. Но Рамзесу поинтереснее вот так вот далеко разбираться с крипами на линии. Быстрее толкать лайн. Пенечком тоже можно убивать. Потому что Арма скоро 25-й. Угу. Да уж. Как защищаться? Пойдут ли Virtus.pro на хайграунд интересно или нет? Телепортируется Nature's Profit Bot для того, чтобы толкнуть линию. Но понятно, что если Virtus.pro пойдут на хг, то нужно будет как-то защищать свой хайграунд. Да, и видимо Virtus.pro собирается атаковать. У них есть Аегис. И если драка начнется... А Нуан уже полетела. Она начнется с велета Шторм Спирита. Шторм просто создает... Роджер врыв. Хорошо как получается. Ох, как же они быстро. Двух героев просто уничтожили за одну секунду. Нуан. Пока отходит назад. Нуан потратил Black & Bar. Не хочется покатраться. Роджер становится Shadow Molet. Врыв от Саксы. Попытка быстро убить как-то Фею. Фею убить не получается. Рамсес. Превращается в Вивера. Пробивает Ace. Ace нажимает Timelapse. Террорайсер Фея. Будли. Пока нет. Роджер. Здесь Toast. Ну и 33 с байбэка должен погибать. 33 с байбэком. Наверное, его не будет 80 секунд. Есть пенсгрип. Это Вивер. Вивер. Также в таверне. Вивер таверне. Только три игрока могут защищать базу. Я думаю, что Вивер уже клавиатуру отпустил. Ace сказал, нет, пока не отпускают. Нажимают уверенно выкуп. Появляется бэкдор. Рамсес. Быстренько уничтожил всех грибов. 28 зарядов. О, так, да. Ну так, да. Ой, как хорошо. Тут еще Элина оказывается. Ну, Элина с байбэка. Ну, теперь уж, конечно. Да, после немного неудачного вчерашнего игрового дня, Верхус Про обрели новую. Я бы не сказал, что теперь они встретились с командой, которая является одной из сильнейших. Ну, многие, конечно, о команде Aster не знали, но Aster это серьезный коллектив. Кто следил за китайским регионом, за квалификациями в китайском регионе, те должны были знать, что Aster это, ну, помимо LGD, сейчас одни из самых сильных игроков в восточной сцене. И меня вообще совершенно не удивляет то, что они так хорошо сыграли вчера с ВП. Так что будет любопытно посмотреть в будущем потенциальный матч в бастер. Это крайне будет любопытно. Да, и на сцене. Да, то есть это будет групповая стадия, но на сцене это будет совершенно другое. Нипы не сдаются и, как видишь, ВП даже еще не запушили до конца. Вивер погибает также с байбэка, но при пятигрид парня. Ну, балуется тут Нунчик. Он лупится. 32 зарядов отходят. Хорошая игра. И можно прямо сейчас с базы полететь и убить 33-го. Да, он летит. Но 33-й улетает. А он на другую базу. Да, это прикольно. Это отличная развязка. Ну, это было не трудно совершенно для Virtus Pro. Вроде играбельный пик был у Нип, но столько вот таких ошибок дешевых. Именно ошибки у Нип могли... Ну, я не могу сказать, что они могли прямо выиграть, но они могли играть. Они могли играть, могли показывать, но... Да, одна ошибка, вторая. Куда-то полезли, погибли все команды. Мы помним, там шестером суммарно шесть смертей было. ВП сегодня побеждают. ВП сегодня отличный игровой день. Они не имеют поражений. За ними мы еще завтра посмотрим. У них считался один противник. Ну, в общем, мне добавить больше нечего. Да, услышимся завтра. А пока наши студиоаналитики обсудят данную карту и данный матч. Подрагивали руки у игроков команды Ninjas in Pyjama. В свою очередь, Virtus.pro закрыли день со счетом 4-0. Таким образом, я уверен, что практически гарантировал себе выход из группы. Но это уже точно. Но с первого-второго места еще зависит от астеров, которые, в принципе, на первое место претендуют с несколько большей вероятностью. Но ВП второе, мне кажется, в своей группе уже таким результатом должны занимать. Молодцы 6-2, могут стать 6-4, у кого-то еще может быть 6-4. Поэтому... Ну, короче, они вышли в плей-офф. Да. А вот первое-второе или третье-четвертое посмотрим завтра. Ну что, ВП показали свою игру? Уверенно. Сильно. Ну, они этого, да. Они просто Петьку наказали. Петьку наказали. Петьку наказали. По попке его. Слушай, это уже своего рода традиция. Он тоже левел заработал на этот. Ну, типа, на типсах. А, ну да. Он не обижен. Ну, какой левел? Ну, грубо говоря, ты еще там заработал. Урвал себе. То есть, его там типа, все нормально. Вообще, не очень понимаю, с чем он берет чена, потому что это очень плохой чен. Ладно, это не очень плохой чен, но это не очень хороший чен. Это не тот чен, который ты смотришь и, ой, как он здесь сделал, там сделал. Это просто чен, который что-то фармит линию свою, фармит лесок и все. Ну, ультимейджмент тп на базу. Ну, то есть, такой юзерис чен. Потому что бывает чен, который всю игру там сделал на карте, а бывает вот такой чен, который толком ничего. Непонятно, в общем. Две игры посмотрел. А PPD же, ну, если я правильно понимаю, он координирует действия команды в игре, и в то же время у него в руках находится персонаж, который такой. Очень многокнопочный получается. Тяжело же эти две вещи сочетать друг с другом. Ну, да. Ну, да. Ну, вообще, да нет. Чен не супермногокнопочный. Чен, на самом деле, очень макро-герой. То есть, что там, нажать это пару лишних кнопок не очень сложно. Если ты начали потренируешься именно играть, можешь даже не в паблике это делать, просто с ботами запустить, не знаю, переманивать скрипов, да идти кастовать. Все очень просто. Ну, как бы, это не сложно. Этому научится пара игр, на самом деле. А вот, чтобы грамотно двигаться по карте, тут уже, да, тут уже другой вопрос. Ну, на самом деле, боксом с Ченом, Нунчик, что называется, засолил. Хватает скилла у Virtus.pro и, как бы, уверенности у Нунчика, чтобы взять ему такого героя, который практически все делает. Да, он, как мы и ожидали, проиграл линию, довольно сильно проиграл в миде, умер даже один раз, но потом получил буквально шестой уровень, пошли ганги, пошел Bloodstone и дальше просто не остановить. Причем он еще играл очень с Таевовым Штароспиритом, потому что ты вот очень-очень Каю. Но он сначала Юл, а потом уже делал Каю, чтобы вот не было ситуации, где противник, получивший начальный буст, там или на линии возьмет какой-нибудь Штароспирит, либо на Штароспирит, у него нет какой-нибудь терчит, что у него уже что-то было. И он собрал, не умирал, Каю, Bloodstone, поехали. Не, круто. Ну, все просто, он ночьик шарит. Молодец. Реально молодец. И линию в миде он отстоял очень хорошо, ну, то есть для той ситуации, которая у него была. Что, вообще-то говоря, Лина Шторма может просто испепелить, а здесь, ну, скажем так, терпимо. Терпимо он вышел с этой линии не полностью опущенным, что называется. То есть с какие-то арты купил, каких-то крипов добил, и, значит, ему было не настолько сложно камбэкнуть, и команде потребовалось не настолько много ресурсов приложить к тому, чтобы Шторм в итоге смог камбэкнуть. То есть здесь круто сыграл NoOne, и, ну, как отметили комментаторы, на самом деле в сумме плохо сыграли Нипы, потому что был момент, где они, в принципе, доминировали, вели, у них было все неплохо, но их просто начали ловить по всей карте, по одному они просто начали умирать. На этом игра и закончилась, собственно говоря. Ну, сначала мне еще очень понравился момент, где они поднимались на хайграунд в топе, у Кора нет репорта, там, у колдауна что-то с ним случилось, и они просто начинают расцепляться, врываются в ВП, и они по одному, первый, второй, третий погиб, заходит еще, возвращается Вивер, говорит, парни, втащите мне, втаскивают ему, в ВП, это щедрая душа, вообще-то не проблема. И очень много вот было такого глупого подфидера, вот, допустим, вот этот подъем на хайграунд, долгий, долгая драка и возвращение, где два раза врываются просто в двоих, они как-то стоят вообще в тотальном экспозиции, где они не должны находиться никогда, перед выездкой вот сейчас. Вот блин, что здесь забыло, вообще не представляю. То есть такая же ситуация как раз была ровно 30 секунд назад. Ну, в начале этого файта. О том речь, что у них где-то вот есть такие пробелы в знаниях, как будто вот ты пропустил урок в школе и не догнал его, не разобрал там. А может это не знание? Может это просто нервы уже? Ну, они понимают, что игра валится из рук, и голова начинает кипеть. Нет, может быть, но просто есть какие-то вещи, допустим, вот, надо тебе добить кейфа, у которого 20 хп. Ты, сыграв 100 игр в доту, ты сделаешь это на автомате. У тебя уже это в подкорке просто где-то есть в голове. Вот не стоять в этом месте вдвоем, будучи перлиной, без какого-то хорошего подстава, с мертвыми тиммейтами, это вот одно из тех вот базовых ключей, которые ты должен делать всегда и везде. Ну вот у них, видишь, есть небольшие пробелы. Ну да, но НИПы боролись, пытались. Это лучше было, чем игра колов, в любом случае. То есть если... На это хотя бы можно было смотреть. Нет, это была хорошая игра, ВП прям... Ну, во-первых, ВП были как-то... Было видно, что они замотивированы прям развалить их. Мощно сыграли. Ну и сыграли все же опять же колы, они и бой смогли дать получше, и пофармили. И где-то вот своих не хватило мощностей, то есть ВП их просто не простили. Но при этом игра была все равно милая. Ну да. Ну, на самом деле, мне просто даже сложно вспомнить последний матч, когда Virtus.pro играли против Staka PPD, и при этом не отдавали всех себя. Ну, сохраняет мотивацию, причем на протяжении достаточно долгого периода времени. На параллельной трансляции в этот момент еще продолжается игра между Astero и Complexity. Astero ведут 1-0. Канал Dota2RUHUB2, друзья. Если хотите понаблюдать за китайским коллективом, который, по всей вероятности, займет таки первое место в своей группе, то, пожалуйста, переходите на этот канал. Ну, китайцы мощные. Здесь сейчас пока еще рано делать какие-либо выводы по тому, что мы видим, но, по крайней мере, по счету преимущество есть, которое, кстати, не всегда является показательным, на самом деле. Ну, и пик интересный, Войт, нечастый гость у нас на турнире. Что ты скажешь, Ярик? Лич твой любимый? Да, Лич. На последнем месте. Все правильно делают? Нет, это абсолютно правильно, это же Лич. Он всегда должен быть на последнем месте. Если Лич на последнем месте, значит, что команда играет неправильно. Абсолютно правильно ведь? Наверное, но, судя по всему, линию он не особо выиграл. Я так вот гляжу на кор позиции Astero. Это его проблемы. И как бы вот только у Инвокер, но он опять же стал против Кунки, и есть вот заметный пробел. Ну, давай не будем. Я игру сначала не видел. Как я могу это рассуждать? Не знаю, ничего. Но Лич мне, в принципе, нравится. Я рад его появлением. Это колы. Это день не драфта. Все это то самое. Настакивается потихоньку. И скоро оно взорвется. Не хотелось бы. Ну, а на этом наш, в принципе, игровой день подходит к концу, друзья. Нас завтра ожидают шесть матчей в формате Best of 2. В группе А будет сыграно три матча на трех наших параллельных трансляциях. Вы их сможете посмотреть. После чего будут сыграны три матча в группе Б. Их также мы будем, конечно же, обязательно для вас показывать. Но и не забывайте, друзья, что горячая штучка – это сочный мясной заряд для тех, кто любит поярче. А весь этот день для вас проработали и прокомментировали, проанализировали. Но все-таки больше проанализировали, чем прокомментировали. Митин Мейтфилинов, Ярослав НС Кузнецов. А меня зовут Дмитрий, но ты на Майхаус Крупнов. Друзья, до встречи на экране. Субтитры сделал DimaTorzok